добрый вечер друзья была заявлена тема сегодня про роль бабушек и дедушек значит сегодня мы будем говорить о бабушках и внуках очень нам забавные пришли вопросы в прошлый раз могут ли бабушки по вашему принимать участие в воспитании внуков бабушки же это кладезь ума доброты любви а родители в этот момент пишут а если мудрости не достает то как же быть родителем да и значит говорят маленькие дети нас тоже учат вот 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 эти вот вопросы мы пытаемся сегодня посмотреть немножечко так чуть-чуть значит что я хочу сказать будучи бабушкой между две внучки я вам хочу сказать что бабушка быть прикольно потому что сейчас мы рассмотрим почему дело в том что какая роль родителей в воспитании детей родители должны детям детей любить они должны устанавливать границы поведения детей они устанавливают правила но что самое главное они несут ответственность за результат своего воспитания то есть они несут ответственность за своих детей у бабушки практически то же самое за исключением маленького нюанса который маленький но очень существенный бабушка тоже любит своих внуков ее границы немножко шире а правила немножко другие причем я бы хотел сказать по поводу этих правил если правила у родителей они более такого носит более обширный характер это правило поведения в обществе и дома и в школе и детских учреждениях это бабушкины правила они как бы сабсет то есть как бы под не помню как по-русски сказать сабсет да но вы понимаете о чем я говорю как бы второстепенные эти правила которые захватывают значительно меньшую область я бы сказал так что правила поведения в доме у бабушек могут быть несколько другие чем правила поведения допустим в доме родителей об этом ничего страшного нет и дети в это легко встраиваются и легко с этим работают но самое главное что в отличие ответственности за результат воспитания бабушки не несут никакой ответственности и вот в этом как раз и заключается то что почему прикольно быть бабушкой то есть ты имеешь весь фан со своими внуками ты с ними проводишь время ты их чему-то там учишь разговариваешь в общем грубо говоря делаешь все в свое удовольствие ответственности никакой за это не несешь всю ответственность за воспитание детей несут родители и вот это маленький нюанс но очень существенный что же связи с этим возникает связи с этим возникает тот кто несет ответственность тот и как бы кто-то отвечает за базар тот устанавливает правила как собственно дети должны воспитываться поэтому все бабушки должны понимать что они не главные они второстепенные и что в принципе они должны следовать тем правилам которые дети устанавливать за исключением вот нюансов как я сказала но у бабушки есть мудрость в отличие от родителей которые приходят с возрастом и вот эта мудрость она тоже очень важно для детей потому что бабушки создают некоторую атмосферу я бы так сказал энергетическую атмосферу вокруг этих детей в которой им легче находиться и они безусловно тянутся бабушки вот и они хотят с ней общаться я в данном случае когда говорю о бабушке и о воспитании детей я имею ввиду бабушек которые живут отдельно не те бабушки которые проживают с родителями вместе на одной территории потому что там это все гораздо сложнее когда и бабушки и родители находятся на одной территории я думаю что там возникает большую почву для конфликта и с другой стороны бабушки больше вовлечены в процесс воспитания то что я сегодня говорю относится к тем бабушкам которые живут отдельно бабушки в принципе ничем не обязаны детям своим в этом смысле в смысле воспитания внуков если они что-то делают они хотят это делать и они на себя берут а вот эту роль и они в первую очередь они получают от этого удовольствия и удовольствие когда ты берешь внуков и проводишь время гораздо выше чем удовольствие даже быть родителем потому что на родители даю бремя ответственность и она мам вошла есть пить или ничего не давит вот они с удовольствием общаются безо всякой можно сказать ответственности и вот и начи возвращаясь к тому что бабушка не несет ответственности соответственно она не может она в воспитании ребенка она имеет только совещательный голос и родители значит принимать все решения бабушка в силу мудрости может высказать свою точку зрения но родители могут ее не принимать то есть они могут вполне сознательно сказать спасибо мы тебя выслушали мы тебя услышали но мы будем делать по-своему и в принципе все решения по ребенку должны приниматься родителями ну а уже бабушкам остается за этим следовать тут никуда не денешься и очень важная вещь относится к тому чтобы между родителями и детьми был разговор у нас это называется чтобы было коммуникейшн чтобы постоянно проходили какие-то обмены если родители чем-то недовольны или бабушка с дедушкой чем-то недовольны эти вещи надо проговорить для того чтобы не было вот таких вот писем потом от родителей если мудрости не достает как же быть родителям то есть родители считают что бабушки недостаточно мудрые но видите ли это вопрос такой спорный дело в том что оценить с позиции молодых родителей мудрость очень сложно потому что это то что приходит только с возрастом это то чему учит жизнь и родители могут просто не понимать точку зрения бабушки и дедушки а им это виднее поэтому конечно тут правильно иметь диалог и правильно всем вместе приходить каким-то совместным решением но последнее слово конечно остается за родителями а что же могут делать бабушки и дедушки вот мне кажется здесь в америке очень принято когда идут какие-то праздники вот то бабушки собирают всех у себя они таким образом создают некоторые традиции в семье большой семье вы наверное видели очень много американских фильмов когда либо на сэнс гивинг либо на крисмас собирается вся семья там не только бабушки девушки там тети дяди у них большие семьи много было детей в предыдущем поколении вот они все вместе так отмечают праздник это случается раз в год потому что это конечно в доме сумасшедший дом но тем не менее это традиции все рады друг друга видеть и раз в год значит вот такие вот большие мероприятия происходит это отнюдь не отменяет каких-то маленьких мероприятий когда собираются вместе несколько поколений и вместе бабушки и дедушки и родители проводят вместе время это позволяет опять же им находиться в более таком тесном контакте и чувствовать друг друга и иметь более содержательные диалоги в общении в том как воспитывать детей и то же время как бы приучать детей видеть как все должны функционировать вместе потому что для родителей все что вот все ваши отношения к бабушкам со стороны детей и бабушек детям и то как вы на это реагируете вы все это пожнете в тот момент когда у вас появятся внуки то есть от этого никуда не деться так жизнь устроена поэтому делайте диалоги с родителями в смысле с бабушками дедушками потому что если не будет диалога ваши дети будут с вами поступать точно также вот поэтому значит собственно вот это такая нехитрая мулька которая бы хотел сказать по вопросу бабушек дедушек не знаю ответил ли я на вопросы сейчас я посмотрю что тут пишут розов тут такой вопрос расскажите как вас принимали на работу в microsoft очень интересно знаю что там специфическая система интервью дело в том что я работала microsoft и начиная с 98 года это было но уж очень давно проходила я интервью в тот момент когда я устраивалась на работу хатмейл когда внутри было известно что хатмейл уже куплен microsoft там но фактически это была отдельная компания хатмейл поэтому там было интервью очень простое и я в общем то даже не так сильно рвалась туда на работу я хотела я в этот момент работала контрактором и получала почасовую оплату в общем то очень прилично и я не хотел идти на full time потому что это практически вдвое меньше денег получалось что люди когда работают на почасовой плате они получают два раза больше денег примерно грубо говоря там нет бенефит а если будет звонить он будет звонить тогда значит если примерно работа консультанта и работа full time сотрудника она примерно отличается от два раза если сравнить с почасовой оплатой но сотруднику считаются какие-то бенефиты чего консультанта нет поэтому я не очень хотела идти туда на full time работу меня устраивала моя почасовая оплата но президент компании с которым я проходил интервью он сказал знаешь что мы тебе дадим санин бонус на два года и тебе имеет смысл пойти на full time потому что буквально завтра это такая инсайдерская информация завтра будет сплит микрософтерских stock options и мы тебе даем там такое количество если ты пойдешь на full time но завтра они сплитнутся вдвое их получится в два раза больше объясни что такое санин бонус это некоторый бенефит который компания дает тем сотрудникам которых они очень хотят нанять в данном случае у меня этот санин бонус был на два года и они мне по-моему я плохо помню сколько какая сумма была там по-моему там было только 13 тысяч в год или 15 тысяч год дополнительный вот такой санин бонус и не наразово выплачивался ну и с этим санин бонусом и с этим сток общинами которые действительно сплитнулись через несколько дней это уже получалось как бы нормально вот какое там было интервью я уже не помню это был хатмейл помню только что вот три года этом работала и за эти три года постепенно постепенно маленький стартап там в этот момент буквально 50 человек маленький стартап постепенно влился в microsoft и уже стал действительно большой компанией когда я уже уходила оттуда у нас были семейные обстоятельства мишина мама заболела почему так решили что я могу оттуда уйти уже был построен на долине кемпус замечательный там четыре основных здания там кафетерии зал и так далее и уже практически это была компания microsoft со своими политиками со своими делами и так далее вначале я работал просто стартаповская такая среда его расскажите про конкуренцию между внуками и бабушками в плане влияние в семье если они живут вместе ребят значит когда все живут вместе это вопрос диалогов и установки границ жить вместе тяжело лучше жить отдельно но когда нет таких возможностей то конечно это вопросы диалогов мы в свое время когда дочка наша была маленькая мы тоже жили с родителями михаила и были какие-то вопросы которые мы решали мы за них отвечали а были какие-то вопросы которые они решали но допустим они во что-то не вмешивались то есть это очень важно определить зону влияния на ребенка на родителей так далее и опять же все равно родительский голос в этом смысле имеет больше вес поэтому если вам не нравится что делают бабушки и дедушки вы говорите это мой ребенок я за него несу ответственность интересный момент что дети энергетически очень сильно связаны с родителями но считается что до 21 года пока они не уходят из семьи и в этот момент очень важно чтобы родители были рядом и родители принимали решение по отношению к детям я думаю что бабушки с дедушками тоже связаны энергетически но я думаю что это другая энергия это так вы знаете если на уровне ощущений какая-то более такая расплывчатая такая более мягкая энергия как бы который определяет пространство в целом но вот энергию ребенку дают конечно родители и поэтому их взаимоотношения с бабушкой и дедушкой должно быть принципиальным и и голос должен быть решающий важная роль дедушек и бабушек передавать опыт взрослым детям ну вы понимаете какая штука конечно вроде бы да но дело все в том что наши взрослые дети они же уже выросли они уже сами родители и они не всегда хотят слушать этот опыт и поэтому здесь важно чтобы договориться они они нам отвечают дамы вас услышали но мы считаем что он задел так я считаю что это очень правильный подход потому что если высказана какая-то мысль и они с этой мысли переспали и решили что так делать не надо то это в общем то тоже достойно того чтобы это принять как устроить ребенка в школу в середине года значит ли это что он уже потеряет год без английского нет это не значит в школу в государственной школы можно устроить ребенка в течение всего года и он пойдет очень быстро в школу там может в течение недели там анализы какие-то и справки вот но он пойдет соответственно своему возрасту единственно что ему в расписание включат какие-то предметы связанные с тем что у него язык может быть не совсем хороший это может быть и классы english as a second language но вот мой совет до школа это не то учреждение где вы хотите дольше учиться у нас получилось случайно совершенно спонтанно но я бы этот опыт могла бы так поделиться им наша учительница для дочки ошиблась и написала она писала по-английски учительница английского языка но та формулировка в которой она написала получалось . закончила шесть классов а на самом деле она только училась в том классе мы приехали в середине учебного года под новый год и поскольку там было написано что она шесть классов отучился и сразу взяли в седьмой то есть она на год раньше закончила школу и в общем-то это было неплохо поэтому вы должны переезжая сюда привести справку сколько классов закончил ребенка соответственно с его возрастом и количеством оконченных классов его определяет соответствующие группы расскажите пожалуйста как вас так это уже было какие инструменты вы используете семинара бородянского знаете что очень интересно да я использую инструменты динамического ряда да такую динамическую картинку создать очень важный инструмент снижение важности мы о нем говорили альтернативный вариант если параленка в школе в школе в государственных школах параленка есть но она платная и она не очень дешевая один бедром что да главное дать ребенку до 10 лет я думаю что достоинство нужно дать ребенку до 10 лет и уважать его как личность это самое главное и дать ему возможность себя проявить и вот в тех видах деятельности где он себя хочет проявить 10 лет дети в общем-то очень чувствуют то ли они рисуют то ли они поют то ли они танцуют дать им такую возможность мы заканчиваем вот бабушки активно включайтесь но признавайте родителей ну и до скорой встречи пока пока а